Тинькофф банк ввел комиссию 3% за каждый входящий свифт перевод, но не менее 200 долларов. Что это значит? Представьте, что вы работаете в интернете где-то. Скажем, вы заработали за месяц 100 долларов, и AdSense переводит вам 100 долларов на счет в Тинькофф. И Тинькофф забирает просто у вас эти все 100 долларов, как комиссию, потому что минимальная комиссия 200 долларов. Ну и, наверное, вы еще остаетесь 100 долларов должны Тинькоффу. Друзья, вы должны посетить это место. Наверное, это самая вкусная еда. Тинькофф. Мне запаковали пиццу. Это самое вкусное место, где я ел за последний месяц. Привет, друзья! Привет, намасте! Мираба! Это Олег на канале India Magic TV. Не смотрите, не обращайте внимания, что я вот в этой странной шляпе. Кстати, наверное, я ее сейчас сниму. Я, наверное, на нее сяду. Вот здесь, под этим замечательным деревом. Вот так. Я вот в таком прекрасном месте. Наверное, километрах в 20. Где-то так. От центра Анталии. Место отдыха в районе Кипез. Практически на выезде из Анталии по дороге в Стамбул. Всякие разные новости. Есть новости довольно странные. Интересная новость относительно нашего любимого некогда банка Тинькофф. Наверное, все знают, что Олег Тинькофф уже не имеет к этому банку вообще никакого отношения. У него этот банк отжали благополучно. Я поменял дерево, друзья. Ушел оттуда, потому что там дети шумят. Но не то, чтобы меня раздражают дети. Просто ничего не будет слышно, наверное, на камеру, то, что я говорю. Я каким-то образом тоже клиент банка Тинькофф. У меня есть карта. Правда, она здесь уже не работает. Потому что, как вы знаете, все карты Visa, MasterCard, выпущенные в России, не работают сейчас за пределами России. И сейчас в банке Тинькофф у меня вообще ничего нет. Никаких денег. И, наверное, это хорошо. Наверное, многие слышали, что Тинькофф ввел огромную комиссию в 12% в год за хранение на своих счетах денег в иностранной валюте. В долларах и в евро. И в фунтах, по-моему. Изначально это была низкая такая довольно сумма. Тысяча долларов. Если у вас хранится тысяча долларов в иностранной валюте и больше, то каждый месяц у вас будут снимать 1%. Представляете? Хранится, допустим, у вас 10 тысяч долларов на счету у Тинькоффа. И каждый месяц у вас будут снимать с нее 100 долларов. Просто так. Тинькофф будет забирать себе 100 долларов в месяц с вашего счета. Списывать. Причем вот это списание будет происходить ежедневно. Не раз в месяц, а ежедневно. Ну, почему бы не сделать, например, ежеминутно или ежесекундно. Но потом, через пару дней, видимо, поняв, что немного перегнули палку, Банк Тинькофф поменял вот эту минимальную сумму. Сейчас 10 тысяч долларов. Если у вас сумма 10 тысяч долларов и больше, то вот с этой суммы у вас будут сниматься вот эти 12% в год. То есть 1% в месяц, ну или какой-то там процент в день. Сами можете посчитать, какой. Было очень много гневных видео, гневных постов в разных социальных сетях по поводу этого решения банка. Реально какой-то вот такой рэкет. Но на самом деле рэкет на этом не закончился. Произошла такая история. Я помог своему другу, который приехал в Анталию на несколько дней, открыть здесь счет в банке. Сами понимаете, сейчас счет в иностранном банке – это очень актуальная тема. С российскими картами вы не можете практически ничего. Вы не можете даже оплатить визовый сбор. Например, если вы хотите получить визу индийскую. То есть ваши карты работают только внутри России. А если что-то вы хотите купить где-то за пределами России, например, на ebay, вы хотите выписать какую-нибудь мелочевку, телефон, то у вас не получится. У вас ничего не получится, вы не сможете оплатить вашу покупку. Наша финансовая пещера постепенно захлопывается. В связи с этим, конечно же, актуальные варианты открытия счетов и получения банковских карт в каких-то других странах. Одна из таких стран, где это сделать легко – это Турция. Можете открыть счет здесь. Если вы все знаете, какие документы нужны, где их собрать, как все подготовить, можно открыть счет себе здесь за один день, не имея вида на жительство. Вот своему другу я помог открыть счет в одном из банков Турции. Условием открытия счета здесь нужно положить депозит. Кого-то просили положить 10 тысяч лир, моего друга попросили положить 20 тысяч лир на депозит после открытия счета. У него с собой, во-первых, не было налички. Ну и мы открывали счет уже под закрытие банка, было около пяти часов. И вот этот парень, который открывал счет, он говорит, ладно, ладно, в общем, положите потом, переведете деньги через SWIFT. Можно через SWIFT, можно еще как-то, можно положить через банкомат наличку, можно еще каким-то образом доступным перевести деньги и потом открыть срочный депозит на месяц. Вот такое условие. Вы должны открыть депозит на месяц, положить на этот депозит 10 или 20 тысяч лир, как попросили моего друга. И этими деньгами вы не можете пользоваться месяц. Через месяц можете пользоваться, можете закрыть этот депозит. Это обычный такой срочный вклад на месяц, на который вам капают проценты. Сейчас проценты довольно высокие. В том банке, где мой друг открыл счет, процент был 19% годовых. То есть через месяц вы можете эти деньги забрать, если хотите, можете оставить. Тогда этот депозит автоматически продляется еще на месяц. Ну и так далее до бесконечности вам будут капать вот эти проценты. Он должен был положить 20 тысяч лир. Из 20 тысяч лир каждый месяц ему что-то капало бы там где-то около 400 лир на счет. Пластиковую карту в турецком банке вы получаете сразу. После открытия счета вам выдают карту, причем уже сразу именную. Там написано ваше имя. Я читал в группах, как это делают сейчас в Индии люди. Открывают счета в Индии. Тоже можно, в принципе, но это очень долго. Это занимает несколько дней. А получение карты может занять месяц. Там очень нужно много документов собрать. Открыть какие-то там эти номера. Получить этот Адхар номер, еще что-то получить. В общем, в Индии это довольно непросто. С туристической визой довольно непросто. Но теоретически возможно. Кому-то заплатить там за 7-8 тысяч этих самых рупий. Вам могут открыть и в Индии счет. Но в Турции это делается намного проще. Открыли мы счет. Моему другу дали эту банковскую карту. И что нужно было сделать? Мы ушли из банка. И нужно было положить на этот счет, перевести каким-то образом 20 тысяч лир. У моего друга есть карта «Мир от Тинькова». На Тинькове там лежат какие-то деньги. И мы решили перевести свифт-переводом. Потому что как раз в то время, это было 15 июня. Это важно, что это было 15 июня. Мы сели где-то в кафешке, в ресторанчике. И прямо с телефона открыли приложение Тиньков. Сделали свифт-перевод по номеру счета в турецком банке. И там еще вводится свифт-код турецкого банка. И деньги ушли. Все, ушли со счета. На следующий день я звоню своему другу. Говорю, ну что, как деньги пришли на турецкий счет? Говорю, посмотри. Он открыл, посмотрел там у себя. Говорит, нет, не пришло. Я говорю, ну-ка, загляни в Тиньков. Он открывает Тиньков. Оказалось, деньги вернулись ему на счет в Тинькове. 1300 долларов вернулись ему на счет. Стали выяснять, почему. Давай писать, печатать там этот чат в приложении Тиньков. Тиньков пишем в чат, что случилось. Работник банка ему отвечает. Извините, мы не успели 15-го числа обработать ваш перевод. А с 16-го числа минимальная сумма для свифт-перевода в банке Тиньков 20 тысяч долларов. То есть вы не можете перевести деньги в другую страну свифт-переводом, если у вас на счету меньше, чем 20 тысяч долларов. То есть вы не можете послать 100 долларов, 200, 300, 1000, 2000. Даже 10 тысяч вы не можете послать. Вы можете сделать свифт-перевод только на минимальную сумму 20 тысяч долларов. Это вообще, конечно, жесть. Я помню, я делал свифт-перевод на 30 долларов. Я покупал программу в интернете, когда карты наши перестали работать, а мне нужно было обновить программу, мою музыкальную программу, секвенсор. Скидка была больше, чем 50%. Наши карты Visa, MasterCard уже не работали. Я связался с производителем программы, с разработчиком. И говорю, как мне тебе деньги отправить за обновление, за программку. Он говорит, давай свифт-переводом. Выслал мне реквизиты и я отправил из Тинькова, кстати. Когда еще хозяином Тинькова был сам Олег Тиньков. Я отправил свифт-перевод на 30 долларов. Все нормально прошло. Я купил эту программу. А сейчас вы можете куда-то отправить деньги, например, себе на счет в Турецком банке, только если этот перевод минимум на 20 тысяч долларов. Это конкретно вот такая, как сказать, насильное принуждение людей переводить свои накопления в долларах, на счетах в рубли. Потому что вы практически, если у вас меньше 20 тысяч долларов, вы ничего не сможете сделать с этими долларами вообще у себя на счету в этом Тинькове. Вы не сможете снять их наличкой, вы не сможете их отправить куда-то в другую страну. Все, что вы сможете сделать с этими долларами, это перевести их в рубли по очень невыгодному курсу. Ну, а получилось так, что мой друг, он купил доллары за рубли, чтобы сделать этот перевод себе сюда в Турецкий банк. Потому что вы не можете сделать свифт-перевод в рублях. Вам нужно купить доллары. И он такой, ничего себе, как меня подставил Тиньков. Что мне теперь делать с этими долларами? Опять менять их на рубли. Ну, представляете, там, покупаете, скажем, вы доллары где-то там по 75 рублей, да, у Тинькова. А продаете по 62 или 63. Вот такая разница. Почти 15 рублей разница. И что я теперь могу сделать с этими долларами? Я не могу их отправить, эту тысячу долларов несчастную. Я не могу отправить себе на счет ее. Остается только опять поменять на рубли и потерять там, я не знаю, потерять 20% почти. В данном случае с Тиньковом. Ну, я думаю, что это вот такая тенденция, она скоро будет и в других банках. Будет то же самое, я предполагаю. Как же не хотелось бы, потому что Тиньков был хорошим банком. Мне, у меня нет вообще никаких претензий к этому банку, когда хозяином был Олег Тиньков. Это что касается исходящих свифт-переводов. Вот, минимум 20 тысяч долларов. Не менее прикольную штуку они придумали для входящих свифт-переводов. Тиньков банк ввел комиссию 3% за каждый входящий свифт-перевод, но не менее 200 долларов. Что это значит? Представьте, что вы работаете в интернете где-то. Например, вы видеоблогер, работаете напрямую с AdSense, без посредников, без медиа-сети и получаете деньги от AdSense. Скажем, вы заработали за месяц 100 долларов и AdSense переводит вам 100 долларов на счет в Тиньков. И Тиньков забирает просто у вас эти все 100 долларов как комиссию, потому что минимальная комиссия 200 долларов. Ну и, наверное, вы еще остаетесь 100 долларов должны Тинькову, потому что минимальная эта комиссия за входящий свифт-перевод все-таки 200 долларов, а вам пришло 100. И вы еще останетесь должны Тинькову 100 долларов. После того, как была вот эта хрень введена, очень много людей вообще закрыли все свои счета в Тинькове и перестали с ним иметь дело. Но дело в том, что Тиньков это один из немногих сейчас банков, у которого не заблокирован свифт. По-моему, Тиньков и еще 3 или 4 банка, где работает свифт вообще как таковой. То, что происходит с банковской системой, это конкретная жесть. Когда-то, совсем недавно в России была, я считаю, одна из самых лучших банковских систем в мире. Ну, теперь вот так, друзья. И в этой ситуации, конечно, еще больше возрастает актуальность открытия счетов где-то в других странах. Такие как Турция, я знаю, кто-то открывает в Узбекистане, даже кто-то в Казахстане открывает счета. Специально делают эти туры банковские, так называемые. Приезжают в тот же самый Казахстан, только для того, чтобы открыть там себе счет и получить нормальную пластиковую карту, которая работает во всем мире. Вот такие, друзья, не очень приятные новости о банке всеми нами, когда любимом банке Тиньков. Вот в таком приятном, замечательном, красивом турецком месте. Сейчас я здесь поем чего-нибудь, потом поснимаю поподробнее, похожу далеко. Сначала я минут 40 ехал на трамвае, вместе с велосипедом, конечно, я сегодня ездил. И это как раз место недалеко от зоопарка, в котором мы с вами были в одном из предыдущих видео. Но от зоопарка еще надо проехать больше километра сюда. На самую гору почти я забрался. Здесь вот такой красивый ресторан, и сейчас я что-нибудь закажу здесь. Смотрите, какое талии. Почти индийское талии, но это слишком большая порция. Я не съем один. 195 лир стоит такая штука. Супчик 27 лир. Салаты по 25 лир. О, смотрите, это пиде, наверное, похоже на индийскую досу. Чтобы такого заказать, того, что я не пробовал еще. Турецкий кофе 20 лир, чай 6 лир. Видите, там стоянка автомобилей, где-то там стоит мой велосипед, как бы его не украли. Кстати, у меня тут произошла история с велосипедом. Потом я расскажу вам, наверное, чуть позже про эту историю. Здесь, смотрите, можно есть вот в таком домике. Видимо, там беседки. Беседки. И очень красивый лес. Вообще, это парк. Это такой национальный парк. Как бы заповедник здесь. И где-то тут есть огромное лицо Ататюрка. Огромное. Вот знаете, как в скале вырублено, прямо сделано. Не то, что статуя, а огромная голова. Надо найти это место. Мне несут ребята соусы. Я заказал. Что-то заказал. Не знаю сам, что. С виду это соевый соус. На самом деле, это, скорее всего, гранатовый соус. И масло. Там детская площадка. Вот это домик для детей. Как бы аттракционный. Небольшой. И очень-очень красивые деревья. Вот такие. Это только начало парка. Здесь огромная территория этого парка. А зоопарк находится вот так, через дорогу туда, на той стороне. На зоопарке мы с вами были. Это как чатни индийская. О, еще чатни. Смотрите, друзья, это реально. Индийская чатни. Я не знаю, к чему это. К какому блюду. Я заказал три блюда. Так, это, наверное, салат. Это хлеб. Смотрите, мне принесли вот такой хлеб. Давайте попробуем. Обалденно. На самом деле. Не зря я ехал сюда. Почти чат. Смотрите, друзья, как классно. Как в Ришикеши, в Мунданте. Обалдень, да? Сидушечки такие. Можно полежать здесь. Да, очень хорошо. Так, вот он. Вот он мой столик. Я здесь. Пока что мне принесли. Эти чатни, я называю. Соусы. По-индийски это чатни. Вот такой огромный салат. И еще картошка. И еще вот это все. Еще пиццу я заказал. Оказалось, очень порции огромные. Я просил пиццу запаковать мне. С собой заберу. Потом поем. Думаю, вот этого мне достаточно пока. Потому что еще хлеб. Такие огромные порции. Вообще пипец. Друзья, вы должны посетить это место. Наверное, это самая вкусная еда. Thank you. Мне запаковали пиццу. Так вот. Это самое вкусное место, где я ел за последний месяц. Я не знаю, к чему относится хлеб. Наверное, к салату. Я думал, это как бы салатик. Знаете, просто салатик будет. А это настоящее, огромное, полноценное блюдо. С курицей. С курицей. Друзья, ко мне еще один кот пришел. Или кошка. Кошечка? Ты кошечка или кошка? Смотрите. Ну, я уже все съел. Что ж тебе дать-то, дорогой? Ты хороший такой кот. Вот он работал. Классная кошечка. Веселая. По-моему, это кошечка. На вид. А может, котик. Я к нему. Или к ней под хвост не заглядывал. Да, да. Мяу-мяу. Пришел, лег со мной. Рокси учует тебя и скажет, а, изменщик. Смотрите, друзья, на самом деле это Тахтакале. Я нахожусь в ресторане от Тахтакале. Тахтакале это сеть супермаркетов. Теплый такой. Прислонился ко мне. Жарко тебе, да? Жарко тебе, жарко. Все, котик, я пошел, наверное, уже. Пойду я. Меня кошки любят. Потому что я их люблю. Скажи мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Это котик разговорчивый. У меня кошка молчунья, Рокси. А этот разговорчивый. Красавчик, красавчик. Может, он чувствует. Это, наверное, кот он почувствовал, Рокси. На самом деле, большой кот. Большой. Да, вот же написано. Тахтакале. Сеть супермаркетов. Оказывается, у них есть вот еще и ресторан. Получается, что я как бы приехал специально, чтобы поесть здесь. На самом деле, я хочу посмотреть еще что-нибудь интересное найти тут. От ресторана Тахтакале я проехал немного в гору еще. Завернул направо и попал вот в такой парк. В парк на вершине горы. Практически на вершине, да. И здесь вот такая замечательная смотровая площадка. Очень много людей сюда приезжает на пикники. И, собственно, весь вот этот район, видите, друзья, это район Кипес. Вот он. Видите, здесь даже не видно моря. Далеко до моря. Весь вот этот лесной массив, друзья, это зона отдыха здесь. Огромная территория отведена под зону отдыха для жителей Анталии. Вот как раз вот здесь, в этих деревьях, где-то находится тот самый зоопарк, куда мы с вами приезжали недавно. Здесь есть красивые фонтаны. И как раз вот она, друзья, голова Ататюрка. Но отсюда вряд ли я ее увижу всю. Это нужно проехать вон туда. Чуть позже мы с вами проедем немного вверх, вот так по дороге. И посмотрим на нее со стороны. А вообще-то вот она. Я вижу только лоб Ататюрка и его нос. Вот. Смотрите, я как раз за головой Ататюрка. Вон она, голова Ататюрка. Здесь водопад искусственный. И вот она, вот она. Это голова Ататюрка. Что там? А там ничего не видно. Темно. Здесь вот такие красивые домики деревянные. Это тоже, наверное, какие-то рестораны, кафе вон там. В общем, все красиво. Какое хорошее место вообще. Вот это кипец. Ну, собственно, это уже граница Анталии. Дальше дорога идет на Стамбул. Как раз вот я, когда ехал на велике, видел указатели на Стамбул. Или на Стамбул, или на Анкару. Что-то я как-то уже не помню, честно говоря. Но вот это уже выезд из Анталии. Ну, здесь рестораны. Я мог бы здесь поесть, конечно. Как бы вот такой культурный парк. А там за его пределами начинается просто лес и зона пикников. Там огромное количество людей просто вот так приезжают, расстилают. Вот как девочки сидят. Расстилают что-то там, покрывало. Достают еду и отдыхают просто. Вон, вон там, видите, начинается эта зона пикников. И там под каждым деревом сидят люди. Доезжаете до последней остановки трамвая. До фитиха. И выходите там километр пройти. Вот такое место. Много ресторанчиков, кафе. Где посидеть. Прекрасный вид на Кипес. На район Кипеса. Вот он. Давайте подойдем еще сюда. Вот по этой дороге я сюда и приехал. Поднялся на велике. Вот так она идет туда-туда-туда идет. А там дальше, вон, там уже трамвайная линия. Вот я отсюда ее вижу. Не знаю, будет ли видно на камеру. Вот на трамвайчике я и приехал вон туда. С той стороны я вижу, вот высотные дома, они строятся. Прямо строится целый микрорайон. Это новый. Новый район здесь. Вот такая штука. Можно проверить силу своего удара. Кидаете туда лиру. Эта груша выскакивает отсюда. И можно ударить. И посмотреть, насколько вы крутой боксер. А, вот сюда можно забраться, да? На смотровую площадку. Ну, пойдемте. Поднимемся. Тум-тум-тум-тум-тум. Отсюда можно посмотреть на парк. Вот здесь пристегнул велосипед. И смотрите, здесь вот очень много людей пришли на пикник просто посидеть. Вот в этом прекрасном парке с очень красивыми высокими деревьями. Вот видите, здесь специальные лавочки установлены, скамейки, столики. Такие места для пикника. Сегодня еще воскресенье, друзья, поэтому здесь вот так многолюдно. Если бы я приехал сюда в будний день, скажем, в понедельник в это время, в полдень, то, наверное, столько людей здесь бы не было сейчас. Вон там тир есть. Можно пострелять. Помните песню Шевчука «Не стреляй, не стреляй». А это пайнтбол. Центр. Вот здесь можно поиграть в пайнтбол. Я, кстати, на карте видел здесь вот это пайнтбол-центр. Вот туалет есть. Одна лира стоит в туалет сходить. Написано. Одна турецкая лира. Вот большой ресторан. Здесь мороженое. Может, мороженого купить? Не знаю. Да, наверное, куплю мороженого. Мироба. Вот такое мороженое. 8 лир стоит. Вот эти самоварчики мне нравятся. Это, наверное, для турецкого чая. Аппаратура. Здесь, видимо, вечером музыканты играют. Вообще парк работает до 22 часов. Ну, то бишь, допоздна. Чей-то плед с подушкой. Никого нет. Вот такое мороженое. За 8 лир. Такой всеобщий летний пикник расслабленный. Здесь что-то связанное с конями, с лошадьми. Вот они. Вот они, конюшни. Вот видите, подписано. Имена лошадей. Вот здесь пусто, нет никого. А там он соседний. Давайте посмотрим. Есть там какой-нибудь конь? Или нет там никакого коня? Вон там я вижу. Рузгар. Рузгар. Да, вон конь Рузгар. Вон там я вижу конь. Раз, два, три. Три коня. Вот в этом загоне. Вон ходит. Красавец. Вон маленький, это пони. Там шишки, может это кедры, я не разбираюсь особо. Такие вот высокие, высокие деревья. Их здесь много. И вся территория заполнена людьми, которые приехали сюда на выходной, на пикничок. На целый день, наверное. Куда мне выбросить обертку от мороженого? Я не вижу ни одной урны. Универсальная гигантская мусорка. Наверное, если я нажму на педаль вот так, то она откроется. Давайте попробуем. Да. Ох, ничего себе. Вот. Все. Выбросил бумажку, чтобы... А вот люди кидают на землю тоже, видите, вот стаканчики. Хотя не так много, как в Индии, конечно. Вон собака, какая здоровая собака. Ох, привет, собака. Ко мне там в ресторане пришел котик хороший. А собака вот... Не, она никуда не пойдет. Она вот такая. Она ленивая. Она будет вот так лежать. Смотрите, какая здоровая. Вот в Индии телята ходят, коровы и телята. А здесь вместо телят собаки. Вот такие огромные. Упитанные, раскормленные собаки. Вот, друзья, я все-таки нашел это место. Голова Ататюрка. Водопад. Очень красиво. Вот как раз над дорогой это происходит. А здесь вид с горы. Такое огромное пространство, глубина. Очень-очень хорошо. Если вы на машине едете или на велосипеде, вот как я, можно вот так съехать с дороги и завернуть сюда, на эту смотровую площадочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова